В храме иконы Божьей Матери Державная с утра проходила литургия, посвященная введению во храм Пресвятой Богородицы. По окончании молебна православные собрались во дворе, чтобы разделить радость участников клуба юных моряков. Их в этот день посвящали в юнге. Рядом море, рядом была приятная обстановка, чтобы мы не забывали о тех традициях, о том, что было. Очень было прекрасно когда-то время, когда занимались, я сказал, не просто дети, а знали свои традиции, знали историю, которые не просто знали, а изучали, вникали в него, пишили. Это корни наши, вот эти корни не надо забывать. Клуб юных моряков носит имя адмирала Федора Ушакова. Ребята гордятся тем, что российский флотоводец не знал ни одного поражения. Им тоже хочется вырасти настоящими моряками, бороздить моря и океаны, открывать новые страны, поднять Андреевский флаг. Этот приказ был отдан капитану юного экипажа Данилу Гаврилину. Андреевский флаг поднять! Россия всегда нуждалась, нуждается и будет нуждаться в опытных моряках, в опытных судоводителях, в грамотных военных моряках. Россия всегда боролась за то, чтобы владеть морями, осуществлять заход, ходить в морях и в мирных целях, и в целях защиты наших морских рубежей. В православной библиотеке храма все по-взрослому. Построение и четкая выправка. В Юнге сегодня посвящают тех, кто занимался в клубе юных моряков с его основания. Директор Кюма Сергей Сидорюк каждому вручил документ, личную книжку Юнги, в которой отражены законы юных моряков. Ребятам младшего экипажа были переданы морские воротники, так называемые гюйсы. Теперь юнги, проходя обучение в клубе, будут знакомиться с историей флота России, получать знания по морскому и судомодельному делу, осваивать азы подводного плавания и просто будут учиться быть достойными людьми города воинской славы. Несомненно, что некоторые из воспитанников в дальнейшем свяжут свою жизнь с морем, став морскими офицерами и специалистами на торговых и рыболовных судах. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.